2 февраля 1970 года выдалось очень необычным днем для летчиков 71-го эскадрона истребителей и перехватчиков военно-воздушных сил США. Пилоты, которые несли службу на авиационной базе Малнстром в Монтане, столкнулись с поразительным явлением, не подающимся рациональному объяснению, летчик Гарри Фауст, выполнявший на высоте 12,5 километров отработку маневров воздушного боя, неожиданно вошел в плоский штопор. Военный попытался вернуть управление одноместным сверхзвуковым самолетом Canver F-106 Delta Dart и даже раскрыл тормозной парашют истребителя, однако безрезультатно. Машина неумолимо падала вниз, и на высоте примерно четырех с половиной километров Фауст катапультировался. Ситуация, конечно же, нештатная, но казалось бы ничего сверхъестественного. Но послушайте, что случилось потом. Когда летчик катапультировался, самолет вдруг решительно опустил нос и сам без труда вышел из штопора. Согласно официальной версии, этому поспособствовали резкое снижение веса истребителя, струя давления от катапульты, смещение центра тяжести и прочие аэродинамические фокусы. Однако многим очевидцам данного феноменального явления в голову пришла мысль, что в машине находится самый настоящий призрак, мастерски управляющий штурвалом на этом история не закончилась. Гарри Фауста, приземлившегося на заснеженных февральских просторах, быстро спасли индейца. Что касается его летательного аппарата, то последнее еще некоторое время пожил своей жизнью, шокировав военных и полицию до глубины души. На скорости в 175 узлов самолет полетел в сторону необъятных фермерских земель. Спустя некоторое время аппарат совершил поворот и идеально приземлился на одном из бобовых полей, не имея в кабине пилота. Во время посадки, пустой конверо в 106 Дельта Дарт даже ловко миновал стену, которую неопытный пилот за штурвалом мог запросто снести. Аграрий, которому принадлежала земля, тут же позвонил в полицию и сообщил, что его атаковали истребители. Местный шериф, разумеется, не сильно поверил в это, но все же выехал на вызов со своими людьми. Стражи правопорядка были изумлены, когда увидели в заснеженном поле военный самолет с еще работающим двигателем. Пилота и его кресла в кабине не было, однако приборы оживленно перемигивались огоньками, а радар продолжал сканировать местность. Словно не желая попасться в руки людям, самолет вдруг сделал резкий рывок, но лишь завяз в глубоком снегу. Шериф принялся обзванивать все вышестоящие инстанции, и информация быстро достигла авиабазы. Истребитель при этом продолжал совершать попытки ускользнуть, снег под ним время от времени подтаивал, и машина делала все новые рывки вперед, неизменно отпугивая людей. Впрочем, через два часа в самолете кончилось горючее, и он сдался властям. Потом конверов 106 Delta Dart отремонтировали, и он летал еще 16 лет, правда, уже без мистических происшествий. Видимо, дело тут не в самом самолете, а в возможном призраке, который вселился тогда в него. Сегодня мистический истребитель находится в одном из ангаров Национального музея ВВС США. Субтитры создавал DimaTorzok